Сегодня 29 января. Почти сразу же после образования губернии в Самаре начали открываться новые учебные заведения. Первый губернатор Степан Волховской прекрасно понимал, что от уровня образования в конечном итоге зависит не только культурное, но и экономическое развитие всей губернии. 29 января 1851 года по его распоряжению была создана губернская дирекция народных училищ. К 60-м годам 19 века в регионе было уже шесть уездных и 175 церковно-приходских школ. Обучением были охвачены больше 7 тысяч человек. А дальше начались уроки благотворительности. 29 января 1900 года по инициативе гласного городской думы Ивана Клюжева в Самаре учредили общество по помощи нуждающимся ученикам начальных школ. Быть доброходами вызвались порядка 200 горожан. Самарцы вносили в кассу общества от 1 до 3 рублей. В год на такую помощь могли рассчитывать 55 учащихся. На коньках катались с большим удовольствием и дети, и взрослые. 29 января 1889 года в Самаре состоялись первые соревнования конькобежцев. В них приняли участие 10 самарцев. 30 кругов по катку быстрее всех пробежал господин Рытвинский. Ему вручили большой серебряный бокал с позолотой. В феврале на лед на коньках впервые вышли женщины. 29 января 1908 года в России открылся первый аэроклуб. Летать по небу, как птицы, люди мечтали всегда, даже в сказках. Вспомните аэроступ у Бабы-Яги или ковер-самолет. Но сбылась эта мечта только в начале 20 века. Самолеты, созданные до этого, не могли оторваться от земли. Авиаторы пожаловали в Самару в 1910 году. Самарцы смогли не на картинках, не на полотне синематографа, а наяву увидеть, как научились летать люди. Самарские газеты только и делали, что желали авиаторам хорошей погоды. Для оповещения публики на полицейских колончах вывешивались флаги. Белый флаг – полета не будет. Синий флаг – сомнительно. Желтый флаг – полет состоится. Однажды из-за сильного ветра самарцы сами попросили авиатора Лебедева отказаться от опасного полета. 1860 год. Таганрог. Здесь 29 января родился Антон Чехов. Островный юморист и беспощадный сатирик. Безобидное веселое письмо к ученому соседу, добрая каштанка, злая попрыгунья – все это было и остается классикой отечественной литературы. 29 января 1817 года родился английский художник Джон Хорсли. Он придумал первую рождественскую открытку. На ней была изображена отмечающая праздник семья. А внизу шла надпись «Веселого вам Рождества и счастья в новом году». Вроде пустячок, а приятно. У Дмитрия Маликова давно сложившийся образ романтического героя. Сегодня известный композитор, певец, народный артист России отмечает свой день рождения. День ангела у Максима, Ивана и Петра. 29 января в храмах и церквях заказывали молебны святому Петру, обращаясь к нему с просьбой послать богатый урожай. Считалось, что с этого времени домашний скот остается держать на зимнем корму еще половину зимы. «Петр полукорм пополам делит корм», – говорили на Руси. Встретимся завтра. Всего хорошего! Субтитры делал DimaTorzok